Всем привет! Перед тем как начать, хочу напомнить, что мы публикуем свои видео в Телеграм, ВК и Рутубе. Там можно смотреть без тормозов. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. В России разработали умные часы, которые выполняют функции смартфона. Часы смартфона выпускает тюменский бренд Кейс Гуру. В смарт-часах Кейс Гуру есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них. А еще набирать номер и читать сообщения. Часы Кейс Гуру совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Кейс Гуру работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут полтора дня. Но тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Кейс Гуру из гипоаллергенного силикона. Не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннеса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple, потому что экраны заказывают на одном заводе. Стоят в разы меньше американцев. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод RUSR8 на скидку до 500 рублей. Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно. За 10 лет действия продовольственного эмбарго Россия сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных агрорынков в мире. Но к этому мы вернемся после того, как расскажем про новые предприятия АПК и пищевой промышленности, которые открылись за два месяца в июне и июле 2024 года. Итак, согласно публикациям сайта, сделано у нас, за два месяца 2024 года было открыто 14 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 миллионов рублей. В том числе запущено 6 новых очень крупных объектов с инвестициями более 1 миллиарда рублей в каждое. Всего около 12 миллиардов рублей. Более мелкие предприятия в обзор не вошли. Производство пищевых продуктов в России в первом полугодии 2024 года увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Итак, центр племенного овцеводства открылся на Ставрополье. В предгорном округе заработала первая очередь селекционно-генетического центра. Мощности новой фермы рассчитаны на содержание 1800 племенных овец. Открытие нового селекционно-генетического центра в предгорном округе позволит нарастить объемы производства баранины на Ставрополье до 4000 тонн в год и трудоустроить 50 человек. Кроме того, значительно снизится зависимость от импорта племенной продукции. Проект реализует группа компаний «Доматы» при поддержке Россельхозбанка. Общий бюджет проекта составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. Агрокомплекс запустил производство на Медведовском молочном заводе. На предприятии сообщили, что начали производство майонеза на бывшем заводе «Пепсико» в Станице Медведовской. Потенциал выпуска – до 54 тонн продукции в сутки. Агрохолдинг инвестировал в реконструкцию предприятия 233,5 миллиона рублей. Летом начнут работу еще два цеха – производство плавленых сыров потенциальной мощностью 6 тонн, а также творога и творожных изделий 10 тонн в сутки. Молоко на переработку будет поступать в собственных ферм-компании. Агрокомплекс инвестировал в Медведовский молочный завод 233,5 миллиона рублей. Средства направлены на реконструкцию, ремонт, благоустройство и монтаж оборудования и помещений. На предприятии создано более 200 рабочих мест. В Багратионовском районе Калининградской области открыт сухарный завод. Открыли его 17 июня. Там будут производить панировочные сухари. Он принадлежит группе компании «Атлантис» – крупнейшему инвестору в аграрном секторе Калининградской области. Это самое крупное производство панировочных сухарей не только в Европе, но и в Азии. Он выпускает 6500 килограмм продукции в час. В год получается 47 тысяч тонн. Общая площадь двухэтажного здания составит почти 5000 квадратных метров. Запуск производства позволит открыть в Багратионовском округе 366 рабочих мест. Инвестиции в проект составили более 2 миллиардов рублей. Новую молочную ферму на 1040 голов открыли в Бутурдинском районе Нижегородской области. Открыли ее 19 июня. Новая молочная ферма состоит из нескольких корпусов. На производстве есть отдельно доильно-молочный блок и родильное отделение. В год комплекс может поставлять до 10 тысяч тонн молока. Выход на проектную мощность планируется к 2025 году. Инвестиции в строительство комплекса составили 320 миллионов рублей. Покупка животных обошлась еще в 280 миллионов рублей. Шесть новых линий по производству мороженого открыты на фабрике Айсберг-ФМ Ярославской области. Открыли его 28 июня. Там запустили шесть новых производственных линий. Мощность каждой до 18 тысяч штук в час. Капитальные вложения в реализацию проекта составили более 7 миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию новых линий по производству мороженого в стаканчике, рожке, брикете, а также эскимо позволит создать в Тутаеве дополнительно 500 новых рабочих мест, а при выходе производства на полную мощность увеличить объемы выпускаемой продукции до 90 тысяч тонн в год. В Новосильском районе запущена вторая очередь элеваторного комплекса АО «Орел-Нобель-Агро». Первая очередь элеватора емкостью 30 тысяч тонн была введена в эксплуатацию в 2018 году. Было построено 10 складов общим объемом более 72 тысяч тонн хранения. Все объекты механизированы и подключены к действующему комплексу зерноотчистки. Вторая очередь зернохранилища, которую запустили сейчас, рассчитана на хранение 34 тысяч тонн зерна. В проект инвестировано порядка 240 миллионов рублей. Птицефабрика «Октябрьская» в Мордовии запустила новый цех по выращиванию кур. Новая площадка введена в эксплуатацию в Лямбирском районе недалеко от села Пинзятка. Это уже пятый по счету новый цех агрофирмы. С начала запуска показывает эффективность в полтора раза выше, чем на основной площадке. За год цех должен принести около 14 тысяч тонн куриного мяса. 10 боксов рассчитаны на 800 тысяч золотистых голов европейской породы. Инвестиции в строительство и оборудование новой площадки составили 1 миллиард 200 миллионов рублей. Крупнейшая птицефабрика ДНР завершила модернизацию убойного цеха. В бывшей шахтерской птицефабрике за счет мер господдержки смонтировали новую линию воздушно-капельного охлаждения тушки цыпленка-бройлера и осуществили капремонт действующего оборудования. Это позволит предприятию существенно сократить расходы на электроэнергию, охлаждать единоразово 7,5 тысяч тушек всего за 2,5 часа до температуры 2 градуса Цельсия, а также увеличить на 24 часа длительность хранения охлажденной тушки. Общий объем инвестиций в данный проект составил более 100 миллионов рублей. В Кукморском районе Татарстана запущен новый молочный комплекс. Рассчитан этот комплекс на 1500 голов КРС. Объект включает в себя автоматизированный доильный зал, в котором одновременно могут обслуживать до 50 коров. Всего в комплексе сейчас содержится 1337 голов. К концу года их число планируют довести до 1500. Каждый день производится 23 тонны молока, в перспективе планируется выйти на 44 тонны. Среднесуточный надой на одну корову составляет 33,3 литра. На Канарской птицефабрике в Чувашии после реконструкции ввели в эксплуатацию новый птичник. Реконструкция была начата в конце 23 года и закончена в июне нынешнего. Стоимость работ составила около 500 миллионов рублей. До ремонта птичник был трехъярусный и вмещал 21 тысяч голов кур-несушек. В новом помещении седьмой линии и батареи расположены в шесть ярусов. Птичники 100 тысяч кур. В Лужском районе Ленобласти открыли роботизированную молочную ферму. Открыли ее 18 июля в деревне Скреблова. На ферме задействуют всего шесть роботов и двух операторов. Ферма, рассчитанная на 432 головы, оснащена системой добровольного доения. По прогнозам, к 27 году предприятие выйдет на планируемую мощность, увеличив поголовье коров до 1500, а продуктивность до 12 тысяч килограмм на одну корову. Таким образом, объем производства молока возрастет до 18 тысяч тонн в год. Общая стоимость проекта превышает 400 миллионов рублей. В Челябинской области запущен завод по хранению и очистке семян. Запустили его в Агаповском районе Челябинской области. На заводе оборудованы линии предварительной очистки промежуточного хранения материала, обработки от разных вредителей. Это позволит получать качественные семена, которые адаптированы к климатическим условиям региона. Проект был реализован за счет регионального и федерального бюджетов. Общая сумма вложений более 600 миллионов рублей. В Кельсанове Тамбовской области открылся комплекс по приему очистки сушки и хранению зерна. Открыли его 19 июля. Крупнейший элеваторный комплекс Тамбовской области состоит из 10 силосов общей вместительностью 122 тысячи кубических метров. В объект вложено более 2 миллиардов рублей. Комплекс по переработке масличных культур введен в эксплуатацию в Тульской области. Тульский завод растительных масел удвоил выпуск продукции с вводом новой производственной площадки по переработке масличных культур. Производительность новой площадки 170 тысяч тонн сырья в год. Годовая выработка до 70 тысяч тонн растительных масел. Инвестиции в проект превысили 3 миллиарда рублей. Благодаря этому было создано 177 рабочих мест. Ну а теперь перейдем к тому, как Россия подложила Америке гигантскую свинью и зерно. На днях министр сельского хозяйства России Оксана Лут, подводя итоги десятилетия продовольственного эмбарго указом президента Российской Федерации, запрещающего ввоз сельхозпродукции и продовольствия в Россию из стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции в связи с возвращением в родную гавань Крыма, заявила, что за 10 лет действия продовольственного эмбарго Россия сформировала один из самых конкурентных, гибких и технологичных аграрных рынков в мире. За этой фразой стоят простые и важные вещи. За это десятилетие Россия сделала мощнейший рывок в развитии агросектора. Избавилась от импортозависимости по всем критическим видам пищевой продукции. Стала глобальным неттоэкспортером еды. Вот уже несколько лет подряд мы отправляем за рубеж значительно больше, чем завозим. И порвала на посудомоечные чипы монополизированный западом мировой рынок продовольствия. Немного оголотелой кремлевской пропаганды. С 2014 года по 23 год производство сельхозпродукции в России выросло на 33,2%, в пищевом секторе на 42,9%. За 10 лет наш агроэкспорт увеличился в 2,6 раза, и достиг 43,5 млрд долларов по итогам 2023 года против 17 млрд в 2013 году. За время продэмбарга сбор зерновых увеличился почти в 2 раза. Масленичных в 2,3 раза, картофеля в 1,6 раза, овощей в 1,7 раза, фруктов и ягод в 2,8 раза. Производство скота и птицы увеличилось на 35,6%, по производству мяса мы вышли на 4 место в мире, молока на 13,2%. И так далее, и тому подобное, и все в этом роде. Интересный момент. Освободившиеся ниши были практически мгновенно заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали почти никаких изменений. Но изменения очень даже почувствовали наши враги и конкуренты. Как сказала Оксана Лут, Россия взяла стратегический курс на укрепление позиций России как гаранта глобальной продбезопасности, что просто разрывает Запад, который ничего не может сделать, наблюдая, как Россия устраивает на насиженном им мировом рынке продовольствия большой передел и лишает волков из чудесного сада одного из мощнейших рычагов влияния на мировую политику и экономию. Сегодня наглухо изолированная Россия направляет продовольствие в более чем 160 стран и является мировым лидером по поставкам пшеницы, гороха, ячменя, масличного льна и мороженой рыбы, а также занимает ведущие позиции по подсолнечному маслу и целому ряду других видов агропродукции, что естественным образом укрепляет наши международные связи, влияние и авторитет, наполняет наш бюджет и ранит самое сердце русофобскую клику на коллективном Западе. Один Евросоюз с начала военной операции ввел против России 14 пакетов санкций, главная цель которых – ослабить экономическую базу России, запретить доступ к критическим технологиям и рынкам и, соответственно, значительно снизить способность вести войну. То ли пакеты оказались без ручки, то ли целлофан уже не тот. Но Россия по большинству санкций проехалась, не поперхнувшись, и вместо отползания на кладбище начала динамичную экспансию на мировой рынок продовольствия. Европа забила тревогу первой. На мировом экономическом форуме в Давосе в 2022 году глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в стиле Геббельса задвинула речь, что так же, как в энергетическом секторе, Россия использует продовольственные ресурсы как оружие, что ударяет по всему миру. Однако она забыла, что как раз коллективный Запад и прежде всего США стандартно и глобально применяют продовольственный шантаж для укрепления своего доминирования. В частности, США часто использовали продовольствие как оружие, контролируя экспорт еды для достижения политических целей. Например, Эрл Бутс, глава Минсельхоза США в администрациях Никсона и Форда открыто заявлял, что для США продовольствие – это оружие. Одна из рабочих схем, когда США наводняли рынок той или иной страны дешевыми и строго американскими продуктами, субсидированными из бумажного бюджета США и последовательно уничтожали местный агросектор, что в итоге намертво привязывало страну к поставкам еды из Америки. И если правительство этой страны в дальнейшем начинало дергаться, пищевой вентиль всегда был под рукой. А чтобы на мировом продовольственном рынке не было конкурентов, которые могли бы испортить такую замечательную схему, коллективный Запад просто их убирал или скупал. В результате чего в мире образовалась не просто продуктовая монополия, а сверхмонополия. Минутка боли для любителей обжигающей правды про олигархический режим Путина. По последним данным, 44% всего мирового рынка сельхозтехники контролируют всего 4 компании. 40% всего рынка семян – 2 компании. 62% мировой агрохимии – 4 компании. 80% мировой торговли зерном – 4 компании. Большинство из них американские. И Россия, которая сначала сделала внутренний агрорынок полностью независимым от Запада, а потом вышла на рынок внешний, от души наступила западным монополиям на хвост. Это оказалось так неожиданно и так больно, что бывшие властелины окорочков впали в форменную истерию. Да что до того, что на самом верху там сейчас лихорадочно разрабатываются инициативы, чтобы на международном уровне, в том числе в рамках ООН, принять некую хартию, устанавливающую полный запрет на милитаризацию рынка продовольствия и противостоять намеренному нарушению цепочек поставок и манипуляции критическими видами продовольствия как методу ведения войны. Не больше, не меньше. Видимо, хвост придавили очень сильно. Впрочем, Россия на все санкции и запреты уже давно ответила. Руки у вас короткие, чтобы диктовать, кому и что нам продавать и чем кормить. С учетом того, что по всем признакам мир ждет колоссальный продуктовый кризис, который грустные западные аналитики уже окрестили поликризисом, руки эти могут скукожиться еще сильнее. Мировой лидер страхования компания Lloyd's видит в ближайшие 30 лет гигантский продуктовый шок. По некоторым данным, даже на фоне условного роста объема производства агропродукции, ускоряющиеся изменения климата уже снизили продуктивность мирового агросектора на 30-35%. А это значит, что русский агропром будет уверенно расширять свои границы и дальше. Как сказал Владимир Путин, границы России не заканчиваются нигде. И еще. На нашем блоге в спонсоре вышли новые видео про невероятные приключения хатоскрайников Шереметьево. Куда они как боги спустились с небес и как они страдают на чужбинушке российской. А также какие процессы начались в Северном Причерноморье, между кем зарождается конфликт. И почему опоздавшему к переделу мира останутся только кости. Обо всем этом подробно рассказываем в нашем блоге. Ссылки находятся в описании под видео или в виде QR-кода на экране. Переходите и подписывайтесь на наш блог в спонсоре.